Жители частного сектора по улице Звезда до сих пор в ужасе от пережитого. В понедельник в четвертом часу дня они заметили дым из-под соседской крыши. Бросились на помощь, но трагедия уже произошла. Хозяин с множественными ожогами лежал возле дома. Потом увидели, что полыхнул оттуда со всего дома уже черный дым. Вызвали сразу спасателей, потому что там была еще женщина. Мы боялись уже туда зайти. И очень был черный угарный такой дым. Ну все, спасатели приехали буквально за пару минут. И скорая, парень этот в тяжелом состоянии, вот мне соседка, его уже тетка звонила, говорит, что подключили его в искусственную кому ввели. За жизнь 41-летней женщины боролась бригада скорой помощи. Увы, спасти ее не удалось. По словам соседей, пара употребляла и наркотики, и спиртное. Мужчина 79-го года рождения неоднократно судим. Нигде не работал и любил покурить в постели. Возможно, погубная привычка и стала причиной пожара. Опрошены соседи пострадавших. Назначено проведение пожара технических и судебно-медицинских экспертиз. По данным фактам, Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются. В этот же вечер без 15.10 сирены пожарных машин прорезали тишину на Спартаковской. Запах гари почувствовали соседи. Они и вызвали спасателей. В доме жили двое – хозяин и его брат пенсионер. Сотрудники МЧС вынесли мужчин на свежий воздух. Однако медики констатировали смерть. Предварительная причина та же, что и в первом случае. Здесь через дом от меня, получается, живут соседи. Человек немножко злоупотреблял спиртным. Я с ним вместе учился в 14-й школе когда-то. Он на год меня старше получается. Ну, часто увидел, по улице здесь ходил. Ну, частенько был не в трезвом виде. Вот очень жалко человека. Хороший человек был. Даже если он злоупотреблял, ну, что сделаешь. Жизнь у каждого своя. С начала года в Бобруйске произошло уже семь пожаров. Но свои человеческие жертвы огненная стихия забрала впервые. За сутки сразу троих. Злой рок или людская беспечность – в этом разбираются правоохранители. И ясно одно – курение в постели может стать привычкой со смертельным исходом. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.